Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру под названием Tainted Grail Conquest, для которой вышел масштабный патч, и благодаря нему в игре появился русский язык. Ура! И не только это, еще много приятных вещей. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, друзья мои, в игре есть 4 режима. Первый — это завоевание, можно сказать, сюжетный основной. Бесконечное несчастье — это режим для самых смелых, храбрых, сильных. Там тебя будут постоянно избивать, и с каждой новой битвой будет становиться все сложнее. И так до тех пор, пока ты не умрешь. Бесконечная мощь — это практически противоположность. Здесь ты, наоборот, сильный, здесь ты участвуешь только в сражениях, избиваешь монстров, но при этом они тоже могут тебя приятно удивить. А еще есть еженедельное событие. Каждый раз правила, ну, состязания немножечко меняются. Ну ладно, мы выбираем, друзья, завоевание. И хочу сказать, что вы можете пройти по ссылочке в описании. И, в общем-то, посмотреть на эту игру, так скажем, поближе. Проходите. Мне лично она понравилась своей атмосферой. Ну и, к тому же, это рогалик, в который можно играть очень долго. Ссылочка в описании, друзья. Переходите. Итак, у меня, правда, сейчас доступен только один класс. Это егерь. Но постепенно будут открываться и другие персонажи. Тут фанатик, часовой, отступник, следопыт. Но я егерь. Я, знаете, когда-то хотел поступить на егеря, потому что это было самое простое место, куда можно было поступить. Давайте. И, друзья, мы с вами здесь будем ходить по очень странному месту, которое напоминает... Светилище, наверное. Ближе всего это место напоминает светилище. Итак, здесь пока никого нет. По ходу продвижения постепенно мы будем находить различных персонажей, которые будут вселиться в этих домах, в этой защищенной деревне, и давать нам различные приятности. Но есть одно но. Когда мы выходим за пределы деревни, мы попадаем чуть ли не в ад. Да, это ад. Это светилище, на мой взгляд. И сейчас у нас цель найти кузнеца. Правда, придется все-таки сразиться с монстром. Я бы постарался обойти его, но, наверное, не выйдет. Ну, давай посмотрим, из чего ты сделан. Итак, это зараженный. Форма тела этого противника и то, как он пульсирует, подсказывает, что он готовит вам взрывоопасный сюрприз. Как я понимаю, это один из новых врагов, которые были добавлены с этим патчем. Если его с одного удара не убить, то он будет постепенно накладывать на тебя дебаф и нанесет много урона. Ну, давай, конечно, с одного удара я тебя не завалю. Просто сделаю несколько быстрых выпадов, чтобы жизнь сказкой не казалась. Ну, потом бы я хотел бы еще удар с размахом тебе нанести. Ну, это больше эффективно, конечно, по толпе. Нужно было бить одиночным и потом глушить. Но, ладно, что сделано, то сделано. Мы практически его добили. Че, все, ты ничего не сделал даже мне. А, вы можете закрываться от ударов с помощью блоков. Ну, да, это я знаю. Давай, закроемся. Только какой в этом смысл сейчас? Быстрые выпады лучше. И, пожалуйста, отлично добили его. Ну, зараженный оказался на деле не таким уж и страшным. Но он и не должен был быть таким. Давайте двигаться дальше. Хм, выберите новую карту. Хм, первый выпад. Слушайте, это халявный урон. Конечно, я выберу его. Я такие вещи всегда беру. Максимально наносимый вами урон увеличивается. Вот. Каждый ваш удар повреждает броню. Блин, это и то, и то офигенно. Но если у врага небольшая броня, мне кажется, кипящая кровь будет поэффективнее. Возьмем ее. Да, я продолжаю искать кузнеца. Так, стоп. Что, карта? Все. Ага. А вот и кузнец, похоже, дружище. Стоп. Там его кто-то защищает. Может попытаться обойти? Блин, а если он страшный? Ладно, была не была. В любом случае, придется с тобой рано или поздно столкнуться. Ох, вас тут целых два. Ведунья. Этот противник призывает иллюзорные копии случайно выбранных противников. Ну и охотник за головами. Выглядят они, конечно... Ну, кстати, ведунья симпатичная. Этот страшный. А вот ведунья... Ну ладно. Попробуем ее быстренько убрать. Потому что чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше. Смотрите, что попробую. Я сделаю быстрые выпады. Блин, а выбрать не дали, да, в этот раз? Атака. Первый выпад. Давай-ка на ведунью. И я бы ее сейчас застанил, попытался. Чтобы она ни копий не создавала. Посмотрим, будет ли это эффективно. Да, больно, неприятно. Удар с размахом. А, отличненько. Прекрасно. Минус бронька. Далее атака. Не сильно мощная, но тем не менее приятная. И еще одна мощная. Так, ведунью мы почти отделали. Хорошо. Посмотрим, что они будут предпринимать. Больно. Очень больно было. Нам больше удар с размахом не нужен. Быстрые выпады. Тяжелая атака. Нет, это бонус. Тревожность. Нет, 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 нет. Быстрые выпады. Но остается только быстрые выпады делать. И еще раз. Она защитилась. Вот дела. Хочу добить ее. Прости. Пришлось тебя добить. Слишком, потому что ты опасно выглядишь. Не хочу связываться с тобой. Подхиливаться я пока не буду, потому что не нужно. Мы его и так добьем сейчас. Первый выпад. Хорош. 8-18. Ну, повезет, конечно, вряд ли. Но, прикиньте, 17. А, единичку не хватило. Ладно, блок. Не хочу терять хп. Хе-хе-хе-хе. Ну, дружище, ложись, отдыхай. Нормально, двоих уже победили. И практически достигли третьего уровня. Здорово. Кузнец? Вот он и я. Пение доносится сквозь призрачное копошение Марии. Нет надежды у меня, золото и дома. Только утренний туман до сыра солома. Вскоре после этого вы натыкаетесь на человека в кожаном кузнечном фартуке. Привет тебе. Добрую наковальню купить не желаешь? Больше-то у меня ничего и нет. Дом мой, хоп, и исчез. Только что был и нету. Вот и осталось мне только это грудное железо. Клянусь. Она со мной уже разговаривать начала. Так что ты делаешь? Оружие, куёшь и броню? О нет, это всё дела давно минувших дней. Теперь меня интересуют только рунные камни. Рунные камни? Да, хранилище магии гигантов. Обычно их находят разбитыми, но даже так они очень могущественны. Их можно использовать для усиления оружия и брони. Они по-разному могут влиять на твои способности. А ещё, если отыскать три рунных камня одного вида и редкости, их можно соединить, и сила их возрастёт. Вот, возьми на пробу, испытаешь позже. Ну, спасибо. Теперь, когда ты знаешь, что искать, сможешь находить рунные камни в своих странствиях. И, кстати... Хм... Мне бы пригодился кто-то вроде тебя в поселении. Хочешь, чтобы я к тебе переселился? Покажи сперва, чего ты стоишь. Убей десять медведей, потом... Он хочет, завидев, как вы изменились в ли... Он хохочет, завидев, как вы изменились в лице. Да шучу я, шучу! На что мне десять медведей? Расскажи, куда идти. Хе-хе-хе, отлично! Кузнец с нами, мужик. Я рад тебя видеть. Так, давай посмотрим. Рунные камни. У нас есть два. В ячейке оружие плюс два к урону. В ячейке оружие в начале боя первые несколько карт. Ага, вот сюда. В ячейке брони в конце хода всем противникам наносится один удар с четырьмя силами. Неплохо. Правда, а лучше я вот сюда поставлю на урон. А вот после победы восстановить хп, это было бы офигенски. Почему? Потому что, ну, хп здесь, а как иначе восстанавливать? Победить теперь нужно каменного голема. Знать бы, где он. Давайте зажжем факел, и тогда хотя бы будет видно, кто и где. Отряд врагов. Что-то, знаете, нет желания. Может, ты каменный голем? Отряд врагов. Ух ты, елки-палки. Что-то страшно. Вот он, друзья. Ну, мы можем, конечно, попытаться с ним сразиться. Это, он выглядит как каменный голем. Он каменный, и он голем. Мне страшно, но... Так, а что это такое? Веха. Что она дает? Ну, освещает все вокруг на небольшом радиусе. Приятно. Можно перевести дух, отдохнуть. Никто не знает, почему эти камни начинают светиться и изгоняют марь, когда мимо проходят люди. Многие верят, что сам Мерлин изобрел руны, вырезанные на этих камнях. Ходят, правда, и более мрачные слухи. Мол, знаки Сии оставили предтечи, чтобы заманивать людей в свои владения, как мошек в огонь. Давайте попросим благословения. Опа, неплохо. Пять хп-шечки. Ну ладно, друзья. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Поэтому, голем, давай выйдем с тобой раз на раз. У меня есть аптечка, я получил благословение. И, может быть, эта легендарная встреча закончится в нашу пользу. Я буду на это наде... Не буду я на это надеяться. Потому что... Это пробудившийся голем, а не каменные. Не, но он из камня. Если оглушить этого босса или нанести ему несколько ударов, он призовет нового союзника. При оглушении необратимо теряет часть брони. Кроме того, теряет часть брони через каждые несколько ходов. С каждым новым ходом усиливает наносимый ему урон. Он... Колдовская сила. Лишаюсь 100 брони, если я ее не использую. Это жесткий босс, я хочу аптечку. Подхилил немного себе хп. Ну, раз босс вынуждает, давайте... Давайте сделаем это. Потому что у меня и так ноль брони. А если еще и в минус уйдет? И теперь, я не знаю, давай быстрые выпады попробуем. У-у-у, так я его не пробью никогда в жизни, наверное. Он слишком жесткий. Ну, надо было подождать, пока накопится. Но я уже не знаю, я уже от отчаяния начинаю делать неправильные вещи. Хотел суперудар использовать, не знаю, на что я надеялся. Оглушите голема. До конца боя лишитесь 10 брони. А что лишаться? Ну давай, мы его оглушили зато. Плюс бронька уменьшилась. Давай дальше, быстрые выпады. Атака. О, он еще вызвал какого-то сателлита маленького. Я думаю, надо просто лупить голема. Давай дальше. Выглядит он, конечно, впечатляюще. Здоровый, сильный, мощный. И быстрые выпады. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут надо реально хорошо прокачаться, чтобы с ним иметь какие-то дела. Первый выпад. Давай, дружище. Ну, знаете, могло быть и хуже. Тем не менее, могло быть и хуже. Могло быть реально хуже. В принципе, он больно бьет. Ой, так нет, наверное, хуже могло бы и не быть. Так. Суперудар по нему давайте нанесем. Плюс там еще бонус должен был быть. 48. Отлично. Если бы у него было 100 хп, да даже если бы у него было 200 хп, без такой лютой брони, мы бы победили его. Но с такой броней, хоть ты его бей, хоть мечом, хоть палкой, хоть головой. Быстрее выпады. Ну, как говорится, голем. Было с тобой весело, но я, пожалуй, умру. Ха-ха-ха-ха. Да. Рогалик. Рогалики. Обожаю рогалики. Как же я люблю умирать. Опа. Зато мы кое-чё получили. Так. Сокрушающий свет. Нанесите по одному удару силой 100% урона за каждое заполненное деление индикатора Марь-свечи. Ну, удар щитом. Ну, давай. Я Марь-свеч так как-то... А, так все карты мне дают? Нифига, я думал только одну. Хе-хе-хе. С подвижников завербовано 2 из 7. Окей. Без теорий, друзья. 74 противника сейчас доступно. Эта цифра впечатляет, конечно. Учитывая, что новые постоянно появляются. Давай заново, конечно. Начать с 20 очками. К здоровью. Хочу, да. Плюс 20 хп. Ничего себе. Это, считай, на пятую часть. Егерь, снова твой выход. Погнали. Обязательно мы с тобой проломим этому голему голову. Не знаю, в задании говорится об этом големе или о каком-то другом, может быть. Потому что... Ну, я не знаю. Так, а где кузнец? Он? Вот он. Хе-хе. Здорово, кузнец. Может, что, купить у тебя можно? Именем своим, клянусь, он поплатится. Кто? О ком ты говоришь? Да, это не важно. Теперь-то уж что. Теперь я здесь, и я счастлив. Ворчу просто по привычке. По глазам видно, что он говорит неправду. У него явно что-то на уме. Все это не имеет значения. Главное, я теперь живу в твоем поселении и могу лупить молотом по наковальне в покое и безопасности. Рунные камни мне бы... Почем они вообще? 50% к урону в первый ход боя звучит неплохо. Каждый третий ход все ваши удары такие не запомню никогда в жизни. Во. Натреснутую, пожалуй, возьму зарю. И что-то можно было бы еще на оставшиеся деньги. Ну, давайте, первый урон. А, это же две... Ладно, ладно, не страшно. Не страшно, ничего страшного не произошло. Рунные камни. Так, два к оружию. В ячейке брони 75 брони в первый ход. Тоже круто. Первый удар обычно один из самых мощных, поэтому если мы выдержим его, это будет здорово. Ну и снова отправляемся в этот недружелюбный мир. Буду сражаться со всеми подряд, чтобы хоть как-то пытаться прокачаться. Яркость пламени. А если я еще раз зажгу? И еще раз. Одинокое существо. Ну давай. Зараженные. Ну давай-ка выйдем с тобой. Ух ты какой. Ну, наказать бы тебя жестко, как ты считаешь. Ну давай. Неплохо. Во. Отлично. Ой, хорошо. Как же я люблю тебя. Мне нравится этот враг. До конца боя ослабьте броню всех противников. При сгорании в следующий ход тень... А, это не страшно. Я вот сейчас побежу. Итак. Ну, побольше бы таких противников, которые просто повышают твой уровень, по сути. Это же здорово. Так, цепочка атак. Так. Это очень круто. Цепочка атак. Это очень крутая карта. И в начале каждого хода вы получаете заряд суперприема. Две штуки. Звучит офигенно. Вы блокируете каждый второй удар за ход. Это офигенный тоже бонус. Мне нравится больше этот. Я буду потолще. Опаньки. Ну, у меня уже такая есть. Взять все, конечно. Но у меня такая уже есть. Их же соединять можно, да? Насколько я помню. Правда, я пока толком не научился. Честно говоря, так далеко я еще не забирался. Ну, думаю, разберемся. Так. Это что? Подожди. Вы кто такие? Опа. А давай-ка посмотрим. А давай-ка посмотрим. Спящий. Очень интересный враг, между прочим. Во-первых, он всегда имеет 50 брони. До тех пор, пока жив кто-то из его союзников. И пока кто-то из союзников жив, он ничего не будет делать. Ты можешь его атаковать. Ты можешь его бить. Но, типа, смысла в этом нет. Но когда умрет зараженный, он воскреснет. И начнется жестяк. Ну, ладно, посмотрим. Что будем делать? Тяжелая рука. Так. Так-так-так. Так-так-так-так-так. Ну, давай попробуем вот так. Теперь вот так. Может, стоило спящего первым делом убить? Вдруг он суперсильный окажется? Вот не знаю. Я с ним еще лично не сталкивался. Быстрые выпады. Цепочка атак, да. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Один хп, серьезно, опять? Я могу использовать суперсилу. Но я лучше оставлю ее на спящего. Так. Атака. Хорош. Он проснулся, друзья. И давай. Будь здоров. Ложись спать. Ха-ха-ха. Ну, нормально, нормально. Продвигаемся. Уже почти третий уровень, между прочим. А хп не потеряли пока ни одной. Футарк, ты кто? Перестук камешков нарушает тишину, которая давит вам на виски. Дойдя до конца тропы, вы видите мальчугана, играющего с камнями странной формы. Меня зовут Футарк. Я тут маму жду. Она давным-давно ушла. Он чешет в затылке. Или может быть она скоро уйдет? Он указывает на свою коллекцию мерцающих камней. У меня полно таких камешков. Пока я жду, я играю. Хочешь, я тебе дам камней? Сыграем вместе. Я хочу один редкий. Рунный камень. И он исчез? Я уж хотел его в поселение позвать. А что за рунный камень, интересно, он дал? Ух ты. В ячейке оружия каждые 15 сыгранных карт позволяет оглушить случайно выбранного противника. Ну, я чё-то не знаю. 15 карт это много? Это очень много. Это где-то 5 ходов? А то и того больше. Я даже не успею, как бы, ну. Мне кажется, в ячейке брони она смотрелась бы поинтересней. То есть 33% урона будем возвращать назад. Да, немного, конечно, но тоже нормально. Опа. Ну, чё, отряд врагов, не знаю, они красными подсвечены. Я чё-то боюсь я их. А, свет всё ещё горит. Не сильно, но горит. Страж сокровищ. Блин, их трое. Ну, надо же с кем-то сражаться рано или поздно. Если я так буду бегать... Вот их ещё больше. Вооружённый путник. Ну, их всего лишь двое. Давайте сразимся, попробуем путника освободить. Посмотрим, что из этого получится. Да, ах ты, ведунья. Колдовская сила. В конце этого хода ослабьте броню всех противников. Но я вынужден её делать. Ослабим броню, как минимум, неплохо. А теперь быстрые выпады. Ну, конечно, ты не будешь атаковать того, кого мне нужно атаковать. Спасибо, чел. Какую-то мерзость, биомасса. Атакует всех на поле боя. Вот в чём его сила, да? Получи. 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 Хорош. Хотя можно было бы и меньше заряжать эту атаку и оставить одну очко хода. Ну, ладно. Что сделано, то как бы уже сделано. Цепочка атак. Ложать. Лежать. Ложать не хочу. Лежать. Пускай они лежат, а я ложать не буду. Я надеюсь. Так, монетки плюс карты. Сокрушающий свет. До конца хода увеличить наносимый вами урон. Вабанк, прикольно. Сокрушающий свет до сих пор не совсем. Осознаю, как оно будет действовать на деле, но... А где? Вот ты. Одно оружие он держит в руке, а другое носит за спиной. Вам это кажется несколько избыточным. Разве что перед вами странствующий оружейник. Кровь на кожаной куртке явно чья-то чужая. Он отменный боец. Скажу сразу, что бы тебе не лезло в голову всякое. Я был учителем фехтования в Паладдорге. Немало юных бойцов воспитал. Найдутся лишние монеты, могу и тебя подучить. У меня 34 монет всего. А где мои монеты все? У кузнеца. Ну давай новый навык. Контролируемое дыхание. Снизьте стоимость части карт в руке. Так они будут нулевыми тогда, получается. Да! И это здорово. Это прямо офигенно. Ну шо, рискнем, друзья. Ой, свет погас. Не хочу без света ходить. Страж сокровищ. Ну че, сразиться с ним? Или пойти вон с той штукой? Ну просто сокровища ведь. Они жутко выглядят. Не хочу я. Ну нафиг тебя с твоими сокровищами. Вон веха тут находится. Я лучше с ней потусуюсь. Вон благословение получу. Так, и... Два. Ну кабан, мне кажется, менее опасным, чем какой-то чувак в костюме смерти, честно говоря. Поэтому давайте рискнем. Пока непонятно. Да, да, да. В принципе, есть все шансы. Колдовская сила. Создайте для всех противников преграду прочностью в 10. О, так это нормально. Погоди, это... Я думал, это я защищу себя от них. А в итоге окажется... Блин, надо было... Ладно, я тогда в блок уйду и лучше подожду, пока меня атакуют. Больновато, конечно, что сказать. Оглушение. Слишком дорого. А следующим ударом вы нанесете на 100% больше урона. Только я не знаю, кого первым бить. Изуродованного крестьянина? Набирается сил с каждым полученным им ударом. Или лесной страж? Надо, наверное, его убить. Мне кажется, он страшнее. Так, хорошо. Берем тяжелую руку. Слушайте, а если... Я знаете, как сделаю? Я сначала снижу ему броню. Активирую тяжелую руку. Теперь нанесу суперудар. И зафигачить бы его еще вот этой суперприемом. Но пока не получится. Слишком слабо заряжено. Опа, вот это хорошо. Сокрушающий свет. Тускло. Бывает. Следующую, я надеюсь, до следующего, да, хода? Потому что если сразу, это было бы обидно. Да хватит меня бить. А так, а во. Усиление. Удар с размахом. Так. Хорош. Ну а теперь ты добегался, допрыгался. Лежать. Ах ты, скотина. Ты толстенный, оказывается. Ладно, я заблокирую твои удары. Попробую что-то предпринять. Теперь быстрые выпады. Жесть, он, по-моему, только сильнее становится. Так. Едини, удар. Подожди. Нет, не написано. Ладно, быстрые выпады. А, нормально. Бояться начал раньше времени. Ну, оказались враги не сильно страшные. Хотя бы понятно теперь, что это были за враги. Чисто ради прокачки немного с ними пободались. Ну и, друзья, пока мы будем потихонечку заканчивать. Жаль, конечно, мы увидели не всех интересных врагов новых. Например, мы не повстречались со страдающей леди, которая может лечить всех союзников каждый ход. И увеличивать свое исцеление на неопределенное количество очков еще каждый ход. И если она получает какой-либо урон, она начинает атаковать всех врагов и теряет все бонусы к лечению. Короче, надо ее бить. Но лучше вообще с ней не связываться. Ну и хочу сказать, что в этом обновлении добавили много возможностей кастомизации. Очень поменяли баланс. Изменили 61 карту. 67 пассивок. Добавили супер много контента. 52 новые карты. 57 новых пассивок. Ну и продолжают обновлять, улучшать, изменять. Это, друзья, здорово. Поэтому, если игра вам понравилась, потому что лично мне она понравилась очень, вы можете пройти по ссылочке в описании, скачать ее, насладиться, приобрести. Ну а пока на этом все. С вами был я. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы, друзья. Пока-давай. Пока-давай.